Кому сказаны эти слова? В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Вы смотрите программу «Секрет успеха», основанную на Библии Исламе Дениса Должанской. Это программа, через которую мы изучаем один стих в неделю. Мы выбираем стих, я делаю картинку, рассылаю в группе, на телеграмме, на ватсапе, и люди могут эту картинку поставить себе на телефон или на компьютер, или даже распечатать, повесить себе дома. И таким вариантом мы размышляем в этом стихе, и кое-кто делится мыслям, и в конце недели я стараюсь записать подобное видео, которое делаю сейчас. На предыдущей неделе была молодежная конференция в районе, где мы живем, на тему «Господу служите». И в течение пятницы и субботы много звучало проповедей на эту тему. И, наверное, под влияние этой конференции, много раз слышал этот стих, я решил предложить вам вместе изучать этот стих целую неделю. «Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Римлянам 12.11. Для себя я задал вопрос, который хочу задать и вам. Кому эти слова сказаны? Для пастырей, для проповедников, для хорыстов, регента, миссионеров или для всех членов церкви. Сказаны ли эти слова для человека, который приходит раз или несколько раз в неделю, а сидит, все хорошо, возможно, участвовать общим пением или десятине, и это все. И Господь ему говорит, вот так и продолжай, в усердие тебя очень хорошее. Не ослабевай, пламеней духом, Господу служи или нет. Я не хочу никому делать упроки, но сегодня, на этой неделе тоже, я смотрел, слушал немножко о брате Николае Водническом. Я хочу сегодня на его примере сказать, как он служил Господу. Я думаю, что его пример должен нас побудить, пересмотреть, как мы служим Господу. В первый момент я приехал с Украины в эту страну 18 лет. Это не так плохо, потому что я еще не был готов жениться, мне еще была возможность подучиться, выучить английский язык, потом работу и так дальше. Кто приезжает 25 лет и дальше, и выше, им намного тяжелее. Почему? Потому что им нужно и язык выучить, уже знать, и на работу идти. Если они женаты, уже свою семью обеспечивать. Если не женаты, то в другой стране надо как-то восстановиться, не сразу жениться, даже не знаешь, как. Очень сложно. Поэтому я буду говорить в контексте о примере Водническом, как мы проходили эту свою жизнь и как он проходил. Во-первых, он покаялся 26 лет. Это было в Германии после войны. Интересно о том, как он покаялся. Это еще больше интереснее. Я даже называю это связанным с сапожником, это видео, потому что это очень большой пример для меня. Один сапожник, который жил в Германии тогда, я думаю, что его жизнь и его семья, он не был из богатых, но он положил в своем сердце, что три дня он будет работать, а три дня он будет ходить и благовествовать. Я хочу сказать, что три дня работать, три дня благовествовать. Я думаю, что среди наших людей сейчас не так уж и много людей думают таким способом. Это не того, что кто-то его поддерживал этих остальных три дня. Он это делал добровольно. Что он делал? Он садился на велосипед и ездил от дома к дому, раздавал маленькие брошюрки, книги людям, русскоговорящим, где он жил там. И вот так он приехал к Николаю Водневскому. Он подарил книжку ему. Николай Водневский любил читать. Он интересовался о Боге, прочитал эту книжку. Или несколько даже там было. Потом, когда в следующий раз приехал этот же брат, сапожник, который звали Иосиф, он предложил пойти на собрание. Водневский пошел на собрание и там покаялся. Ему было 26 лет тогда. 28 лет он переезжает из Германии в США. Мы понимаем, что это нелегкое время, когда переехать по несколько причин. Одной причине, как жизнь тогда в США была не с легких, так же он был женатый, ему надо было привыкать, все так дальше. И это было нелегко. По приезду в США он пошел на работу. Он был электриком на фабрике, который отработал 24 года. В какое-то определенное время он получал 4 доллара в час. Я думаю, кто живет в этой стране, понимает, что это такое. Но это не все. В это время он занимается печатанным благовествием. Когда ему исполнилось 44 года, он основал ежедневную газету «Наши дни». Он уже занимался этим служением раньше. Возможно, кто знает историю, хорошо, что он написал там «Хочу знать, есть книга». И он вопросы свои, люди написали вопросы неверующие, он ставил ответы. Там была колонка нехристианской газеты. Он платил за эту колонку. Он ставил эту колонку. То есть он уже занимался служением. То есть он приехал позже в Америку. Он имел семью, все остальные заботы. Он находил время, чтобы писать и стихи сочинять. И он имел возможность обеспечивать весь этот труд. И он на это не остановился. Он пришел к Решаню, чтобы издать еженедельную газету, которая называется «Наши дни». Она издается еще на сегодняшний день. Пошло некоторое время, и миссия «Свет на Востоке» предлагает ему, чтобы он участвовал в радиопередачах, которых он в 1973 году, которые назывались «Новые горизонты». Интересно, что еще свидетельствует о нем. После того, как он отработал 8 часов в день, он приходил вечером, там, где печатались «Наши дни», и какое-то время он уже написал стих или что-то другое, материал уже был готов. То есть человек был на самом деле загружен. Ему надо было обеспечивать свою семью. И где-то он находил время, чтобы подготовить материал для газеты. Но еще не все. Он начал участвовать в радиопередаче, тогда назывался «Новые горизонты». Когда ему исполнилось 52 года, это в 1974 году он основал журнал «Живая вера». Я хочу подметить, что он, как и все мы, еще тогда работал на работе, но также он где-то находил время, чтобы работать на еженедневной газете «Наши дни». Я понимаю, что там его жена много помогала, кто-то еще. 55 лет он пошел на пенсию. Так получилось, что он был электриком, и ему приходилось лампочки менять, и он упал, и что-то случилось, и ему пришлось пойти на пенсию. Кроме журнала «Живая вера», еженедельная газета, он много писал, написал много книг, вот, например, «Золотые колося», «Синие дали», «Слава Богу», «Лицом к лицу», «Вчера и сегодня», «Жизнь, как она есть», «Дорога к свету», и много брошюр, а также неизвестно, в каком количестве он написал стихотворение. Но он дальше продолжает нести служение, и за это время он еще написал более двух тысяч радиопередач. В одно время он как-то мог вести каждую неделю, неизвестно, сколько долго это было, но пять радиопередач. Была радиопередача, о которой я выше вспоминал, «Новые горизонты», передача была «Христос сегодня», также передача была, которая называлась «Вера и жизнь», эта передача была аж 30 минут, некоторые поменьше минут были. Была передача «Наука и религия» и радиопередача «Капельки росы». Это я только перечислил, что он делал, но как это приходилось делать, отвечать на вопросы, и все. Я могу сказать, что он для меня сегодня является примером «В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте, Господу служите». Независимо, где мы живем, здесь, в США, в Германии, на Украине, в Казахстане и так дальше, пересмотрим нашу жизнь. И на самом ли деле мы служим Господу? И сколько мы служим Господу? Этот вопрос должен прозвучать для каждого из нас. Этот сапожник, который разносил брошюрки, и не знаем мы, сколько людей пришли к Господу, но если даже один человек, брат Николай Водневский, от этого служения пришел к Господу, то какая же награда будет для этого сапожника? Я думаю, мы редко об этом думаем, но если Господь говорит, что будут награды, так и надо думать об этом, надо делать что-то, чтобы эти награды были. Поэтому пусть этот стих, и я надеюсь, что этот стих, он, возможно, осуждал нас, возможно, кто-то до конца не думал. Служить Господу, это что-то звучит, это с кафедрой, вот на собрании мы служим Господу, но можно намного больше. Брат Николай Водневский ушел к Господу в 2008 году, но он оставил много после себя. Эти книги, которые я уже перечитал, кстати, четыре аудиокниги стоят на приложении «Капли сотов», вы можете слушать. И сегодня я специально загрузил еще книгу «Хочу знать», что интересно, что она есть, но вот эту версию, которую я загружил, то там хорошо разработано по темах. Если я хочу какую-то определенную тему, направление, там 24 разных темы, и могу слушать об этом, например, о благодати, или о каких-то правилах, или о молитве, или посте, и так дальше. Я думаю, что стоит послушать. Он оставил вот много книг, много стихов. Из этих стихов много мы поем песни, мы даже не знаем, кто это сделал. Он много оставил, как мы уже видим, радиопредач, которые, я думаю, что хотел бы их по возможности тоже собрать, и чтобы они звучали, слушали их люди еще по сей день. А теперь, когда я уйду с этой жизни, или вы уйдете с этой жизни, что мы оставим? Что мы оставим? Ведь мы пришли в эту жизнь не просто ее прожить, пройти, но оставить какой-то след, взять кого-то с собой к вечности. Усердие не ослаблевайте, духом пламенейте, Господу служите. Недавно я выставил интервью о газете «Наши дни». И там брат Иван, который давал это интервью, немножко рассказал о Николае Водневском. Меня этот брат Николай Водневский очень сильно вдохновил, хоть я никогда его не видел. Поэтому вот и это секрет успеха было уже как-то бы вдохновение, я немножко прослушал, прочитал его, поинтересовался больше о нем. И кто не смотрел это интервью, я советую по ссылке под видео пойти посмотреть. Также по возможностям вы можете подписаться на эту газету «Наши дни». Субтитры создавал DimaTorzok